итак всем привет значит это ответ на вопросы пришла идея как бы спонтанно поэтому вопросы задавали только в контакте допустим на странице у меня на стене не стал опубликовывать какое-то видео делать секундное для того чтобы кинуть его куда-то в youtube да то есть ну зачем это анимация то есть вопросов в принципе и так хватает и те которые допустим если вас вопрос интересует они стопудово появятся то есть в сегодняшнем видео комментариев достаточно много больше 200 штук буквально за ночь да за день то собственно горяча с работы домой еще не заходил вот приехал гараж в гараж мой который мой раз не мог себе заехать или что я собственно говоря заделывать это видео сразу вот в комментариях не было но я хочу внести такую ясность дело в том что вот самый популярный комментарий на ю тубе не только у меня но и других блогеров да там обзорщиков и то что люди пишут как называется трек какой трек 100 минут или 100 секунд да обычно так бывает такая запись допустим нет вот последний комментарий мне пишут уже так ну от автор но неужели так сложно написать треки сейчас все поясню смотрите какая ситуация есть такое дело как административные права да где человек заявляет допустим что это его музыка и собственно говоря кидать какие-то санкции страйки могут заблокировать видео могут просто отключить монетизацию то есть вот эти штуки имени за злоупотреблять как бы и они накапливаются да и то есть не надо это делать и дело в том что сам вот этот youtube он в описании где допустим если будут скидывать треки до в описании он по поиску он уже будет как бы сами эти видео находить то есть человек который на эти написал музыку у нее есть какое-то определенное название он скинул вконтакте там им пользоваться кто захотел потом этого названия вбивает в поиск youtube вылезает опа слушая там вроде немного много просмотров дай-ка я допустим кину дадиму там предъява куда что допустим трек мой и отключу у него монетизацию то есть деньги за ролик идут ему то есть нюанса конечно же много но все такова что я поэтому не опубликовывают эти треки то есть знаете это так вот усадка за понять всю музыку не я пишу то есть это все вот на просторах интернета берется где более как пояснение что без административных прав но потом через полгода через год все равно права появляется но тот кто забудьте снимает видео тот знает как это все дело в принципе выглядит то есть от этого никуда не уйти вот такие дела так давайте посмотрим комментариям значит то есть будет часть телефона интернет не ловит но я загрузил сейчас у ворот стоял так давайте сделаем как мы правильно сделать это сначала я прочитаю самые популярные вопросы которые где больше десяти лайков допустим на вопрос и потом уже плавно постепенно будем переходить на какие-то другие допустим вопросы темы там так далее по поводу mercedes самый главный самый популярный вопрос сейчас до него дойдем итак приступим собственно говоря вот андрей сорока какую посоветуешь альтернативу тазу за 80 тысяч рублей целая серия была снята больше не найти ничего как только вот что вот audi 80 я по крайней мере не нашел то есть у нас в регионе дальше сережа узяков какую беспроблемную тачку можно взять за 500 к 15 лайков ребят вот эти выбор автомобиля да этот ну говорится обычно на обзорах автомобиля то есть если машина за 500 я каждый раз привожу каких-то конкурентов там говорю с моей мысли говорю что я купил этот этот купил вы то есть будет какие-нибудь мазды 6 аккорд как это тоже опять написали сюда то я конечно же будут там выдвигать какие-то версии чтобы это может быть поприятнее там в обслуживании там в управлении так далее то есть автомобильным все понятно да надеюсь то есть это все в обзорах дальше вот хороший кстати вопрос вот водислав канарев написал какое количество подписчиков и просмотров должно достигнуть чтобы ты бросил свою основную работу и полностью погрузился в youtube или ты категорически против этого ну категорически против я думаю что никто никто не хочет ходить на работу каждый вставать там хвата утром чесать там на завод и так далее правильно никто этого не хочет даже если работа в принципе в офисе то есть от работы все бы отказались бы но были какие-то на российские деньги или финансы то есть меня собственно говоря такая ситуация были бы допустим до кого-то дополнительный заработок на который бы мог прожить там до содержать делать ремонт и так далее то конечно же бы отказался от того где я работаю не самое скажем так приятное место какое количество подписчиков и просмотров наверное неправильно немножко понимание да то есть количество подписчиков и просмотров может быть разные у всех каналов и всяких блогеров ну суть такая что наверно все-таки надо отталкиваться от того насколько денег ты проживешь вот допустим ты судя по вашим комментариям некоторые люди получают по 15 по 20 по 25 по 30 тысяч представляете но это это как бы мало чтобы по ним было понимание там да может быть это какой-то там отдаленный поселок и не знаю ну суть такова что-то реально мало но и имеется ввиду для мужика то есть если девушка да это еще более-менее как бы там на кредитный iphone хватит да а если мужик то извини меня ты даже сия не сможешь покормить поэтому если допустим конечно же человек который получает 20 предложить допустим что вот будет дополнительный заработок у тебя 30 возможно он как бы откажется для ему это будет больше сумма но я думаю найти как вот проще сделать давайте смотрите вот каждый вот вы возьмите свою зарплату пускай это будет 50 60 80 и представьте что вот у вас завтра появилась как шабашка появилась какая-то где ежемесячно вам будут давать такую зарплату как вот вы получаете да на основной работе просто представляете я больше чем уверен что большинство людей со своей основной работы просто не уйдут они не уйдут они будут знаете какой-то есть дополнительный заработок они будут потом копить начинать уже уже возможность появилась накопить уже появилась возможность кредиты отдать человеку это нравится да и он соответственно и там и там и там и там поэтому если говорить полностью уйти допустим да с рудника и где-то там вот именно что заниматься блогом то есть я пока этого как бы количество денег не достиг да которые можно заработать вообще-то на рекламе там вариантов масса но лично для себя думаю что допустим то количество которое я сейчас получаю и нужно не такой же а как минимум в два раза больше а то лучше даже в три то есть если в три раза будет превышать сумма на ю тубе превышающую мою допустим зарплату на основной работе то я конечно же уйду то есть там будут уже другие другие думать буду думать конечно просто смотрите опять есть youtube есть твоя основная работа я работаю сижу классно сейчас работа реально вроде бы на ю тубе дать что-то может тоже поднять какие-то деньги но для того чтобы развивать канал нужны опять же деньги то есть ну камера да если ты обзоры еды снимаешь что опять же надо покупать еду надо думать если ты автоблогер то это вообще жесткая тема то есть сами просто поймаете что нужно париться на такие вещи как проекты до покупка запчасти там вот просто снимаешь какие-то обзоры на машин там тому может быть коньяк там ну вариантов опять же масса то есть тоже трата в любом случае просто камеру там карты там или так далее штативки нужно objections то вертолет захотел квадрокоптер поэтому если ты получаешь опять же такую зарплату то там такую же здесь если ты уйдешь основная работа тебе этой зарплаты просто не хватит после тебе нужно постоянно тратиться ты на основной работу что-то тратишь на проезд на бензин собственно говоря да ну может быть на иду ты тратишь все то есть для ю туба надо будет конечно же делать другие уважения даже если ты говорю снимаешь просто какие-то пранки там и так далее всегда нужно какой-то вкладывание денег ну от этого никуда не уйти не знаю бизнеса можно назвать это вообще youtube или нет ну наверное своего рода тоже какой-то бизнес поэтому ответ такой что пока количество подписчиков и просмотров не говорит о том чтобы я там откуда ушел то есть пока это все конечно же нереально когда доллар будет 30 рублей будет пацаны стасов талаханов не будет ты надейся может быть будет не знаю дальше идем дима яраев не жалею что продал lancer а то есть ну кто-то не в курсе был lancer 10 совсем недавно то есть я его продал 14 лайков нисколечко не жалею не то чтобы машина мне не нравилось дело в том что вот когда серьезно по другу на друга поедешь уже поймешь такой полный привод выше клиренс просто перешат пересаживаться неохота хотя ланса реально не подводил чё только с ним не ел куда тем только не ездил в любой мороз все но машина реально классная то есть в принципе когда выбирал на атака от этого и отталкивался тоже так же читал отзывы обзоры когда покупал обзорами вообще не занимался то есть не знаю что такое вообще так что с бочкой или я что-то пропустил это александр борцов у борцов борцуха что ли что с бочкой смотрите какая ситуация с бочкой получилось там получилось небольшая путаница из-за того что я продал ее два раза имеется ввиду что продал первый раз ее вернули буквально там через несколько часов то есть я как нормальный блять пацан не стал там видеть мог бы так сделать другие любые люди но я думаю ладно раз уже блогом занимаюсь надо там афиширую все это дело и как бы немножко затянулась и через неделю там через полторы я опять продал то есть деньги все равно как бы при мне до остались то есть бочка продана уже давным давно она ездит другом городе я увидел она катается с ней все хорошо ну получился к путанице говорю что вот ну видите как случае всякие рыжей не бывает ничего не поделаешь амур коза с понятия женщина это или мужчина не задумывался переехать из вашей морозилки в отпуск до сочи на машине нет желания типа прокатиться вот реально 40 лайков говорите я не знаю как может быть на ваших работах везде по-разному но у нас есть фиксированный какой-то отпуск до какого-то по такой-то но обычно у нас по устало там вот между собой чеки и все чиз профсоюз там call договор короче суть такова что раз три года ты имеешь право отдыхать летом вот так вот у нас причем нас лета там чуть ли не с января по декабрь как бы идет то есть они даже так считает поэтому в этом году у меня будет отпуск на сентябрь это будет один месяц и там уже ближе к сентябрю будет видно то есть отпуск меня в сентябре один месяц потому что уже я как бы полтора месяца отдыхал в этом году то есть я у поделил так идем дальше какие недостатки у mazda нашел имеется ввиду mazda cx-7 в целом стоит ее брать или нет слышите ноут я думаю что наверно все-таки стоит но люди настолько участвующие запарены вот этим чтобы качество да чтоб не ломалась но реально так не бывает то есть как бы я что ни говорил но люди не верят они до сих пор спрашивают такие вопросы что лучше брать немцы или японца то есть они покупают за последние деньги опять же того самого пассата такого делать конечно нельзя то есть ну mazda именно тот вариант за 500 тысяч когда я покупал лучше не придумаешь серьезно скоро будут поломки серьезно я это чувствую поэтому вы об этом все принципе узнаете серьезно там уже нормально так максим плитусик плитусук по-английски написано еще так 45 лайков тоже популярный такой вопрос какие еще проекта в планах кроме 140 что будешь делать с марсом когда доведешь его до ума по сути планов в проекты это безграничны может делать все что хочешь просто все понятное дело что мэрс это не последний какой-то проект вариант то есть сначала на сетки найти с ним разобраться не когда другие допустим какие-то товарищи что там раз взял 22 внутри чтобы постепенно как это вот там серия вышла там пока тот делаешь этот выходит но у меня так как бы не получается опять же все это не то что даже и не захватки времени это реальность финанс финансы поэтому сначала надо делать все-таки до конца 140 пока в планах никаких продавать вот там то есть таких она вообще ничего нет пока делаю ребят серьезно немножко сейчас видео с этим мэрсом опять задержалась об этом я чуть попозже скажу так сколько телок закадрил алексей шинов просто просто нисколько так привет может может поглядел но не понял куда делась audi видимо многие проглядели реально 23 это кадра так ищем дальше вот здесь по 8 по 5 по 5 часа до них дойду сначала хочу просто популярный дмитрий сокил сокил мешание расскажи как тебе вообще пришла голову идея снимать обзоры жил спал работал тут дай-ка займусь там обзором как семья жена к этому относится ведь на это уходит реально много времени если выберешь мой вопрос передай привет дмитрий привет итак ну если честно вот реально жил спал все как у людей просто все как люди обычная жизнь в принципе да она и сейчас обычная просто ну суть как будто кого смотрите рассказываю youtube там вот буквально пару лет назад до два с половиной года назад начал реально вот у нас вот как-то вот утрывать просто публику люди просто начали говорить про youtube там на работе везде то есть я сам подсел и наверно все-таки я все начал снимать посмотрел ролики жорика действительно то есть мне понравилось думаю почему я то не смогу то дай-ка суши а прикольно то есть институт мир даже не то чтобы там на кого-то посмотрел с кого-то там вот взял там идею какую-то суть на большинстве случаев но даже вот вас докоснется может быть когда в жизни суть заключается в том что некоторые люди стесняются снимали пусть им себя на видео смотрите вот я живу 8 в маленьком городе до 30 тысяч человек населения и у нас все друга знают как вот реально в деревне все другого знают особенно молодежь просто друг друга знают каждый по городу ходит навстречу попадается и тут как бы там сказал там услышали понимаете или некоторый лишь немножко стесняются как бы вообще жить просто жить даже да и что ты вот пошел в ночной клуб просто ты там нарыгал я не знаю и все ты потом неделю будешь переживать из-за этого стесняться ходить домой я там что-то натворил встречи какая ерунда на самом деле я просто все время думаю ну а чё стесняться таковы сейчас реально стесняться на самом деле оказывается и просто некого кроме как только себя понятное дело из принципе жизни что голубь и в трусах по улице ходить не будешь но снимать на видео и говорит может быть какие-то свои мысли это как бы я думаю что все-таки принципе не страшное дело вот развивается понимаете развивается youtube вообще вот мира развивается в этом каким-то видите там так что виртуальная какая-то реальность получается что даже телевизор не так интересен получается как вот самый youtube а так многие люди начинают тоже смотреть начинает появляться еще больше и больше обзорщиков и я кстати знаете что заметил вот у меня реально публика очень медленно я росла и очень медленно в принципе растет но вот я заметил что не три люди просто не взрывают вообще вот вот вроде сидят себя да вот мы сейчас смотришь вот и полистал до подписки свои ну смотреть реально ничего да по вечерам бывает вопрос там шлак там шлак там пропустил там еще просто как-то галимая там дичь и вот ты ты кусишь а смотрит вроде бы как бы нечего на самом деле есть и люди реально появляются то есть вроде такая вот да вот у человека какая-то харизма что там взял бабах все вот интересно то есть по сути даже если начинающий блогер могу соответственно сказать что даже если у тебя сейчас нихрена не получается просто надо найти вот на есть свою такую телегу знаешь что плавно и полетел реально просто найти то тот смысл о чем договорить как бы я так думаю а так конечно в по поводу времени до уходит много как жена относится но относится я думаю что нормально то есть по крайней мере с этим разговоров нет пойти когда если я может быть занимался рыбалкой тратил всю свою зарплату на рыбалку там гараж бы себе обшивал обустраивал с этим гугл и кирпичные стены да то может быть это напрягало может быть это родственников там моих если бы на это дело уходило да тоже напрягало а тут как бы вы видите тут жизнь текет я думаю что это все нормально а так вот как бы как ты делишь свое свободное время помимо работы вот василий миронов на занятии именно канал до связанных новых роликов из марсеттам провозиться успеваешь семью друзей там расскажи об этом по поводу друзей отчет отчет какие могут куда там снимите пойдут за ручку держаться что это есть но я на снегу ночные клубы я не посещал уже даже не помню когда после родства ходил просто даже не помню бары рестораны наверное тоже очень давно вообще общественные места не посещал очень давно не зато что там кодированные что просто нету какую-то утрене интереса просто всю молодость прожил этих ночных клубах и вот реально резко желание просто обрубил просто обрубил серьезно я даже бы эти бывают вот местные да вот нас бар бары бары и фотографии обычно выкладываю допустим какие-то там посиделок ночных танцев и у тебя фотки бывают листа я просто представляю что если бы я был там просто какую-то не хочу там быть может быть под этим делом да опять ты пошел там тебе весело как бы вот реально приди в три часа ночи вот в наш там изны боулинг или в фьюжн и ты поймешь что такое просто трезвом посидеть на ней просто понять это а пьяном нормально но свободное время делить не делить опять же говорю вот с работы вот с работы сижу здесь кто-то может быть сейчас вот один время в пробке стоит да а я как бы сейчас за пять минут приехал с работы до гаража снял видео пошел через два часа она уже будет ну можно что бы на готове весь вечер у меня впереди просто я сейчас съезжу в другой город еще в апатиты там сам позвоню марсом сегодня заниматься не буду как дела у брата шибутного наверно притаился и готовит отжечь что-нибудь нереальное наверное это вот числав алексеев ну он сейчас на курсах повышения квалификации уехал поэтому ждите новости наверно так так саня кондратенко значит миша там спасибо здорово о страны на нем едет на газе вот там газель да вот у него стране больше чем фокусов там короче что я думаю про гибло вот у нас вот у меня даже не на воздухому который на газе ездит ни одного не было обзора на машину которых сняли их же больше там и за 150 штук не было ни разу газа но нет у нас газа у нас и заправка это она находится в другом городе то есть у нас сгибло вообще не дружат я хотел сначала поставить на свой автомобиль на предыдущий хотел заморочиться позвонил все думаю все сейчас буду делать но что-то меня остановило у нас то просто не за ним модно что ли может быть зарабатываем этот бензин жал больше хотя он дороже стоит не знаю у нас гибло нету он не модный поэтому я про него ничего не думаю даже реально не ни разу не ездил просто не ездил так расскажи как твоя девушка относится к тому что ты вливаешь такие сумму в mercedes но смотрите по поводу сумм они не такие относительные большие понятное дело что те же самые уже 60 тысяч тоже за там за полтора месяца то есть эти шесть тысяч донера можно было потратить конечно же там диван купить тупо новую диван не просто там 60 тысяч да как бы то много вот это две зарплаты кота одна зарплата но это же mercedes пацаны не на то жалеете ебты вы чё даже жена не жалеет меня деньги на mercedes хотя она вообще два раза в жизни так вот его просто видел и только там в гараже стоял она заходила ко мне домой в гараже за ключами как бы даже ни разу там не сидела собственно говоря это я не жалко mercedes mercedes о нем это отдельная история вообще о какой машине ты мечтаешь иван захаров 19 лайков вообще нереально просто не мечтаю есть какие-то мысли допустим через полгодика мы возможно поменять вот маза допустим может быть через год это сделаю может быть через полтора но пока еще как бы вообще довольствие все отлично принципе то есть ничего не напрягает как бы то есть в нем меч мечи такой там чтобы однажды сеть дурачка и себя корчит она ли тут строго какой-то по жизни что ты висишь на той нари надо как бы так вот рассчитывать а так что ты может быть завтра ларек шаверма открою бабки будут пойду куплю себя расстроит фантом вот и все как бы а сегодня пока так живем на мазе на и на мэрсе ездим хотя даже не каждый может позволить и на мэрсе ездим так так вот рустамка гамаров жориком кореша теперь или просто про пиариться решил за его счет сейчас но вот благодаря вот этому 140 вот мы жориком принципе познакомились то есть реально удивился его активности то есть но мы с ним как бы уже сейчас можешь сказать что общаемся то есть но у нас своя как бы тема никаких там пиаров там планов ничего нет просто я уже скажу жорик почини мне мерседес то мы чё с ним так чё с ним такой он просто дал мне совет я потом когда не может когда этот совет поможет это сидела оглашу а пока так чисто знаете на поверхностных общениях а пиариться там я даже не думал машин туре пропиарится у него да не щас пиар от субботы как бы не работает об этом чуть позже тоже вадимир трошев к следующая тема какой для очень тонкий анализ не знаю я думаю что про работу на поговорить реально мысли такие как мы накопились расскажи дядя миша про активный отдых ли про про просто отдых где-то про баб семью там ну ладно про баб семью хуй это обрамек ну расскажи про активный отдых раньше действительно занимался ходил даже в спортзал я даже там вот выход нам как-то там на 2 на одну что-то там пытался делать даже упражнение там забыл эти но турники там 20 раз там почитав 19 подтягиваться врать не буду но это было может что в том году все забросил просто реально некогда и понял такую вещь что допустим то же самое спортзал какие-то физические такие тяжелые тренировки они так выматывают и я вот занимался я хотел там найти чтобы я пишу на камеру да ты должен быть как бы там типа форме там красиво не знаю что ты не был дыхать чем там или жирным каким-то извиняюсь конечно это жирный допустим и короче суть такова что я просто вот тренировки прихожу домой вроде найти обзор я начал жарить и всякие таблетки там жиросжигатель что-то банка там стоит у меня дома предтреник то есть для того чтобы просто идти снимать обзор я сижу так вот у меня все вот такая расслабуха надо поесть там углеродное окно и так далее и какой нафиг обзор то есть я просто понял что это дело не для меня то есть это реально выматывает помимо того что у тебя работа какой-то промышуток до 5 часов для того чтобы заниматься своими делами потом нормальный более-менее сон там 7 часов и по 5 работы то есть каждый день 5 часов вот мне лично дано для того чтобы там вот что-то заниматься какие-нибудь делами реально 5 часов я почитал то есть но полчаса если больше то ты реально не выспешутся на работе будет вырубать поэтому за эти 5 часов все возможное сделать и реально и дело 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 спортивный этот отдых просто исключен сразу возможно сейчас немножко побегаю на гору буду ползать вообще отличная затея у меня гора у дома в том году постоянно ползал короче если честно просто некогда заниматься этим опять же да вот про время вы горите свободное время допустим да вот комментарии вот видите в честь скажем так из-за своего там от хобби да пришлось отказаться видите даже от того чтобы там сходить спортзал и смотреть на красивых там вот девчонок там какие дальнейшие планы на 140 когда будешь продавать опять продавать не буду дальнейшие планов до хрена и я думаю что это все наделать вот эти все планы нужно рассказывать и видео в самом процесс роковой потому что многим ремонт не интересен да им нужно там что-то вот шоу там там пацаны там же ажиотаж какой-то возможно такие вещи как про шибутного тут опять ну слушал он какой-то даже звезда получается шибутной темы молодец чувака растет так мне кажется если мешай начнет заниматься монтажом и видеорядом то будут выходить реже я думаю что да я думаю что реже если я начну сам заниматься этим если отсылать видео смотрите вот я сирен сижу через два часа это видео уже будет там через три в интернете допустим нормальным качеством 1080 если допустим какие-то обзоры делать то она будет 4-5 часов представляете то есть ну буквально тот же день когда я снимаю да если это допустим днем я вечером выкладываю и если делать монтаж даже если не я буду его делать а какой-то реально крутой пацан то мне приходится эти файлы отсылать ему он там просматривать полностью он на видео не был он не был когда-то видео снимался должен просто все посмотреть понять как это все происходило потом это делать монтаж это проходит день 2 потом не скидывает я гружу стоять да этот процесс минимум два-три дня но может там задонатить пока там тизер какой-то сделать знаете можно к вы пока не до этого реально делала сам вот все эти монтажей как бы ну какой-то монтаж просто так склеил там вот знаешь раз-два-три все музыку внизу наложил все арендеца поставил и так как бы покатит как бы но естественно все стараюсь это не так просто евгений тимошин 28 сердечек миша открою правду всем про то что сейчас все-таки делает некачественно ну имеется ввиду какие машины как считаешь какой бренд выпускает более-менее не барахло привет из железногорска здорово вот реально я же читал этот комментарий вот перед работой с утра вот проснулся 6 часов я вот думал ну я так не буду вот у него можно сказать что это же ответить не знаю такого марки знает только автомобиль где не барахло опять же часто привожу пример вот реально выгляни сейчас в окно и ты не увидишь ни одной одинаковые модели относительно не увидишь еще потом рестайлинговая вот именно этих годов было там dépend что потому что по одинаково там все одинаково так вот то smell но нет все разные на друга поцельной все рада машин абсолютно разные все машины от самого низшего класса до самого высокого почему вот ответ что ответ пока на это неизвестен давать на то вопрос если баллы от явности какой то что вот допустим kia делать классно то есть это если было явно лишь и все бы это при осознании понимали будем все проверено на тайгах там не гнил бы там не царапалась там кожи то все бы ее покупали но это же не так все машины поставьте другому там где-то отщипнули там ущербный сделали двигатель данную вроде нормальную как бы вошла всю базу где-то наоборот двигатели хорошие там краска слезает каждый выбирает говорю опять какая машина в принципе нужно все индивидуально так вот пропущу сергей кончаров про жене биография то есть ну просто попущу вот про семью есть ли жена дети опять же с вашего позволения вот андрей климов пропускаю этот вопрос об этом уже говорилось по истечении времени жалею что ты взял mazda 22 виталий верещагин я реально не жалею и смотрите даже знаете не то чтобы там может быть если я взял инфинити там fx 35 какой-то там более-менее утром ну чтоб ездил бы в x5 вариантов масса было даже голосование реально снял даже целое видео и я то посидел такой ариэль смотрите ну и если я сейчас взял час x5 на то время то есть получается я бы эксперты бы этот для проекта бы и делал то есть он постоянно у меня ремонтировался постоянно что я с ним делал гараже то есть получается взял mazda снял несколько видео все mazda по крайней мере не ломалась до до сегодняшнего дня и видео как бы не выходили и только из из-за этого что что она не ломалась спасибо и что она выручила мне я начал делать там под про ауди снимать про mercedes начал снимать и так далее если все было в инфинити да ну это другие деньги на запчасти другие вложения то есть если делать эти инфинити x5 это надо реально уже чтобы другая сумма денег на руках было имеется идут другая реклама другие просмотры другие подписчики понимаете такая синяя поэтому нет сколько оплачешь оператора вот иван ланасов иван ланасов что ли но на ави акцент что ли на ави у него до ланас на ави так сколько оплачь оператору 30 процентов вот со всего все что имею ну и каш надо вот ущемлять уже немножко этом я так думаю но скажите вас на это если видео плохое если он делает ну не монтаж и снимает то будем ущемлять так вот они популярны и такие самые где больше 10 кончились вот еще есть с кем приходится те твой оператор брат друг сват вдруг кто вдруг брату бы еще деньги платил этом свату друг конечно дружище это сергей темнов вот такие дела вот сергей борисов такой вопрос многие люди попадают дтп после чего ремонтирует свое авто подскажи стоит ли допустим после дтп оставлять его для себя при условии что все детали оригинальные как вот тебе саму просто ну смотря как ты ударил на если ты знаешь что эти кузов повелось что у тебя самый сильный дочь сзади со стойки где стекло крепится там да вот приклеенная вода капает допустим моментов всяких разных у тебя резина жрет и развал схождения не можешь делать то конечно же лучше машину такую продавать в любом случае как бы а если все нормально то есть чисто как тут все пацаны для себя вот как вот ты хочешь так и делай реально вот вот всех вопросов к это касается как дела обстоят жориком марсель сиддиков живу а жориком вот так вот как дела обстоят жорика спросите да нормально все так куда делись спецвыпуски сергей углов будут они в дальнейшем спецвыпуск это это надо какой-то чтобы автомобиль было то на какое-то настроение это опять же зависит от того человека который мне дает этот автомобиль понимаете то есть если человек там вот любит свой автомобиль то спецвыпуск просто не могу сделать вот ну как ты вот такая вот на эти атмосфера все равно нагоняющее то есть это нужно какой-то автомобиль чтобы или он не слишком сильно нравился или чтоб силь сильно вообще не нравился чтоб люди там вот которые кричат что трепещет классный да автомобиль но он полное дерьмо то конечно же это спецвыпуск я думаю что в будущем это будет все реально вот я думаю об этом не думать что я сижу там просто там думаю о чем так то нет конечно так димит захаров но это чё там по поводу шебутного будут видосы я с его города если чё найдем петра найдем петра где брателин попал слушай какой известный человек стал на самом деле надо будет позвонить я позвонил михаил глебко 46 лайков вот реально популярный вопрос думали ты бросить снимать за затею для нормально прочитать что-то с вами были неприятные ситуация в жизни из-за канала вот нормальный такой вопрос да на самом деле были одна из ближайших то есть сначала не хотела бы ты говоришь просто пофиг дело в том что когда снимали камаз я потом это видео удалил не владелец народа скажем так старший тот зачем числится камаз на он как бы там начал разбирательство кто куда зачем что камаз меня вызывали в полицию я на как-то на одном из видео сказал что сейчас поеду туда-то туда-то на мерседесе ехал вот и действительно мне там начали скажем так качать такие вещи как зачем куда что то есть ну кстати да и из-за каждого обзора будет если кто-то там увидел меня есть какую-то похожую машину будет ко мне предъявы кидать то есть конечно это неправильно ну сколько бы такого что сказать даже чего-то меня сам удивился у тебя права типа есть на c категории я говорю нету как бы прав только курс заканчивал это вот будем те шить дело по административному тому наказанию 5000 рублей пока молчок но будем платить что делать если такая ситуация будет на этом что все это не будет но так конечно неприятно но чтобы бросать из этого дела конечно нет а также сделал про рудник свой как-то раз видел ты тоже были немаленькие неприятности то есть до сих пор начальство на меня быкует там меня там не дам тебе выходной так далее но это все такое дело как бы поверхность так то есть тоже видео было удалено неприятно но пока пока живем александр макаров здравствуй миша меня было четыре старых немца просто зная что это за жопа скажи честно пожалел что ты взял мэрс и или не пожалел вообще и скольки не пожалел опять же это несомненный опыт собираешь или уходить шахты и работают только на ю тубе конечно чё 17 лайков конечно я тут мне достаточно снять одно видео про гору про то как люди там работает и я уже не работаю я уже работаю на ю тубе только наверно так и надо сделать шучу конечно вот марк абрамов миша если у тебя какие-то планы по совместным проектам с другими известными блогерами встречи с ними я живу во первых очень далеко в морской области у нас вроде появился один вот рома там сапатит потом ушел в мурманске есть какой-то я хоть и морс мурманска выдвигал как-то у себя в группе сообщества люди не писали что он тебе не конкурент не занимайся фигней то есть я только принципе за почему нет для меня это само интересно будет просто придется на камеру человека так стоять и так чтобы он больше не снимал уже эти обзоры но если я шучу конечно так тут по один по четыре часа до конца листа и что просто вот никого не обидеть чтобы не было нет недопонимания интернета нет здесь не обновляется поэтому час назад была последняя запись ну ладно вот это были самые популярные вопросы как вы сами видите они касаются на рассеке не каких-то там автомобилей да что чё взять и взять а вот именно по жизни то есть людей все-таки жизнь больше интересует поэтому надо вот эти тонкие анализы снимать именно про за желе там вот нас за жизнь замечательных людей то есть такие вещи будем поднимать посмотрим принципе что получится а так вот передай привет павел широков 5 лайков павел привет нету кто тебе поставил 5 лайков на средств период тебе передал да а то 5 лайков ты совсем накрутил что ли получается павел привет самара самара подожди-ка стопорика самара так где у нас влад или пруд владов дело находится у нас не самаре ли случайно товарищ такой яркий есть яркой внешностью как относишься к этому делают к этому делу о 7 лайков пацаны пацаны не бережете вы себя совсем что можно говорить про автоподставы реально у нас я нигде не замечал автоподставы я сам похолодел тот еще автоподставщик что лучше мягкие вещи кого не спрашивайте и на плохо езжу что скажешь по поводу двенадцатая купе сергей сальников двенашка это правильно понимать черныш что лет черный я просто смотри что у тебя аватар тысяч по моему в солдатской форме с корешем в армии что ли еще находишься не надо покупать 12 не но если там у тебя первый автомобиль если тебе там от достался откуда-то или по дешевке взял то езди катайся ты чуть проблем знать не будешь ну и относительно конечно так ну я бы я бы я не я не взял свое время я не я не взял просто я не взял но я не советую как бы твоя жизненная кредо что ты умеешь делать лучше всего моё моё кредо и что это что я умею лучше делать всего пока еще я сам не знаю то есть видите как получается что только в 29 лет начал снимать какие-то вещи море 35 лет пойду еще что-то бумагу устройство другую работу не знаю жизнь как меняется быстро вы говорите про армию или два года сходил пришел другим человеком уже а стоит ли брать кабана на последние деньги конечно нет руслан ты чего какие с ними аккорд неужели нет ни одной на сегодняшний день машины сам не ищу просто уже с вами подходил то есть похож человек он уже объяснять что какая-то машина какой-то обзор и он не понимает то есть можем читать да это лично то есть пока человек сами предлагает не ищу не снегоходы не квадроциклы ничего не еще то есть то что предложили то есть немая и скажу честно я не успеваю снимать автомобиль просто не имел такой список дома вот мурманск там олененгорск вот я никого не забыл просто не успевать снимать даже там есть хорошие классные тачки которые редкие но все равно то есть чтобы без обид там допустим да там вот серьезно не успеваю за надо ехать если в мурманск там toyota tundra там целый день у нету целого дня вообще может быть поэтому я в ночные клубы не хожу опять же вот передай привет городу полтава александр здорово вашему городу насколько стоит пропиариться без понятия вообще а у меня просто про жорика вопрос мне без понятия у меня честно говоря неохота заниматься рекламы вообще просто неохота кстати по поводу вот смотрите вот как подготовился вот листочек и вот здесь 5 вот ссылок на канал и 5 фамилий я про них чуть позже поговорю просто мало ли какой-то блогер смотрит и не не хочет смотреть до конца я не про забыл про вас и не забыл понимаете вот они вы здесь сейчас зачитаю комментарии и расскажу про каждого из вас так планируешь ли ты ехать летом вот вячеслав пока не говорю он нету отпуска хохлы на руднике работает сколько на руднике получает хохлы на руднике работает их много и получает они абсолютно так же как и все абсолютно то есть никаких там деления ничего нету то есть нормально может конечно получает серьезно поздравь меня накопил на новые диски начала реставрации фф2 федор что ли 2006 года для рестайл ну поздравляю павел поздравляю поздравляю опять про газовое оборудование про пивко про 140 мазда 6 мазу 6 снимем тоже есть вот парень дал в ковдоре но прошло уже три месяца мне кажется он уже забыл про меня он уже обзором и смотрит вот с ковдора да это вот пусть он товарищ просто не доехать никак будет делать стрима на перископе я перископе зарегистрирован в принципе комментариях ссылка да вот это была но что-то не делать дело по раз мне понравилось какой нет не то чтобы жилое общение там сама качество какое-то первых у стрел постоянно не ловит в гараже вообще интернет не ловит то есть я даже не могу ремонтировать что-то снимать это надо снимать на улице или в машине ну или в квартире но это все опять же в будущем то есть если какие-то будут народа вот у нас эти стрима по перископу живой кто-то к общению я на раб опять же буду делать объявления или вконтакте или там на youtube допустим то есть вот допустим сегодня сегодня там будем пробовать что такое вообще штука представляет из себя так посмотрел слушай ну по перископ популярную а в следующий раз приезжаю в спб на мэрсе мэрса кто же его заправит туда ехать мэрс сначала надо сделать для мэрс очень только больная тема мэрс по руки вот не отмывается я каждый серьезно хожу ковыряю его я постоянно заказываю запчасти и пока результатов нету то есть если вы думаете что так все просто то нихрена подобно также есть комментарии кстати здесь не мешаем ли мы твоим своими советами допустим не путаем ли мы тебя на оборот советы все читая про что все комментарии даже два раза прочитал там больше 1200 штук последнее видео реально прошел просылка на же которую люди спутать и вот эти 1200 комментариев и вот половина из них вот по по делу да и вот один это пишет один это то есть по сути вот если все эти комментарии сложить которые были проблемы там вот люди которые пишут это надо все машина перевернуть просто отражу всю перевошматить там перед переделать там провода не могу ни за что взяться смотрите вот эта диагностика которая делала да на английском языке она не совсем скажем так нормальная диагностика то есть я буквально сейчас 2 2 дня и поеду опять делать диагностику понимаете какая проблема у нас кирска патентской районе я не могу сделать нормальную диагностику именно старовского тогда у сканером для mercedes дилерским дилер ближайший находится это они не возьмутся они находятся за 220 километров то есть мэрс туда опять же не доедет на одно это третье передачи до аварийном режиме он просто не доедет туда где перегреется я не могу отри просто не могу нормально подиагностироваться какая-то проблема даже вчера вот парень с апатит приезжал все он будет есть штекер сидела начал подключать я не вижу твой mercedes и так далее ошибки как бы есть и я по ним разбираюсь серьезно я заказываю запчасти каждый день серьезно все по мелочи датчики и abs и ковыряем вот машина реально ковыряется к я и посадите даже я вчера захотел снять блок abs позавчера вот пришел гараж взял ключ на 12 штуцера не откручивается нужен специальный ключ для штуцера я поехал по магазине объехал все магазины по иномаркам и по тазам я не смог найти ключ для штуцера то есть она опять идти кому-то к знакомому в сервис и у них просто просите такой ключ на силу ключ обычный да вот он накидной от прорезью этом гаечка закручивается нету а вот вы говорите там марс на последние деньги конечно же нет особенно если живете вот допустим в отдаленных регионах даже с диагностикой проблемы то что запчастями какие-то по мэрсу говорю все будет впереди и почитал комментарии люди пишут что чё ты где снимаешь 10 серий подряд на самом деле я не все показываю да в основном когда ты занимаешься каким-то делом да вроде ты что-то ковыряешь некогда браться за камеру и чё-то вот пока оп шоу такое да резко там что-то сломалось нашел ты то есть реально проблема сделано показал по рулема не сделано не показал и суть такая что я не хочу снимать вот видео опять следующее чтобы был какой-то опять ремонт он не интересен людям не он сам уже не интересен эти когда самому не интересно показывать не интересно нет и как вы говорите сами там душа уже не лежит да допустим просто я хочу разобраться вонючий проблем к кбс я хочу разобраться с коробкой я хочу работать с двигателем почему он не едет я хочу чтобы она реально навалил хоть раз просто там с дымом ушла все следующий раз я начинаю уже ковырять кузов я уже буду делать салон я уже буду делать да если бы буду сам перекрашивать на ровную даже автомобиль я ну конечно я подготовка все дела но это все в будущем но пока на сегодняшний день я хочу разобраться с этой проблемой опять же не забывайте я работаю как вы все вы то есть я не могу вот именно сидеть с утра до вечера в гараже и говорить этот мерседес и говорю все по мере возможности ну и я наверное больше по времени читаю какие-то форумы общаясь с людьми по skype спасибо огромное за помощь чем вот сам вот процесс понимаете я не могу найти причину у меня уже есть деньги у меня есть запчасти я знаю где их заказать я все уже могу достать но я не могу понять что и мне именно доставать дросселя дмрв вообще если брать датчики новые да там дмрв 40000 то есть 36000 то это не оригинал датчик поперечного ускорения там багажнике находится он 100 штук стоит допустим новые собрать это дело все на разборке и это все идет так долго там с норильска тому с воронежа с питером с питера быстро пришел бампер бампер пришел все покажу так еще конечно запчасти до хрена жду я говорю каждый жду окажем вот почтовый ящик захожу и сам шерест у меня почтовый ящик он на ключ не открывается он не закрывается замок сломан мне для того чтобы почту открыть надо так вот отогнуть короче эту дверь я кажи эту дверь это просто скрипит в подъезде сижу скриплю там вот такие дела то есть вот так у смс дела обстоят я реально не забыл я каждый про него думаю и если честно не хочется как говорится не то что сдаваться а показаться то что как бы не типа мне ничего не получится надо реально до конца в любом случае доводить в любом раскладе деньги то что я там ссылку скидывал все это дело помогло понятное дело не не полностью окупается от реально безусловно в моем положении неплохие деньги все пойдут в дело и говорю покупаю покупая вот не могу проблему найти не знаю вот мне шмолит люди какие-то кировской апатиты еще неужели но кто-то захотел бы просылается просто неужели такой человек который вот я реально на камеру тебя сниму приходи я тебе покажу блять весь мир тебя увидит вся россия точнее кто-то кто такой кто починил мэрсом просто приходите чинил вот такие дела а так комментариях конечно же много ну многие повторяются так далее так смотрите я же опять не внешне забыл я не забыл вот уж подготовился листочек говорите на дело в том что как и нормальный человек как многие из вас подписаны на на некоторые каналы я да ну я не под я там подписано много каналов но и так выборочно тоже то смотрю то есть что мне интересно в основном как бы и мне не знаю почему чем это связано но я почему-то не смотрю блогеров которые уже в топе не замечу не интересно этих вот есть надо допустим жор там ну опять же там своя как бы тема любви не просто не интересно я смотрю почему-то тех кто там тысяча человек 20 50 тысяч максимум подписчиков не знаю чем раз я знаю как вот многие пишут мне допустим что типа без без пафоса дать без пафоса по простому по-просядски будет молодец мешает там может быть так она есть действительно якобы со стороны это не вижу да как времена мои видео выглядят то есть я себя сам себя вижу я не могу оценить что этот человек когда смотришь других и вот когда человек видишь что у него бабла нету у него нету возможностей да вот он стесняется и эти моменты они как немножко привлекают серьезно смотрите вот есть такой сергей рязанцев совсем недавно с ним поднакомился он сам вышел ко мне на связь по моему насколько я помню просто хороший человек собственно говоря а что касается минусов в его видео мне не хватает юмора серьезного кажется юмора он все таки победит когда-то некоторые вещи серьезно без юмора сегодня на свеженье никогда человек приходит я ее что я юморист на но по крайней мере вот мне у не хватает именно в его видео он живет в москве у него большие возможности у него хорошие этого зарплату то есть он может сходить в аренду взять то хоть в ламборджини не знаю ну вряд ли наверно такова что вот такие то есть все как часто тебе расскажу вот эти все товарищи ссылки все будут внизу они кстати просили чтобы это за деньги да надо было кстати деньги брать да кстати пацаны скиньтесь по пять штук короче скиньте мне на яндекс деньги потому что дело в том что если вы деньги тратите на свой канал не забывайте что если вы думаете что он у вас годный что у вас нормальный деньги эти вы окупите не забывайте об этом когда покупаете рекламу то есть ее покупать надо как бы она не работала вот смотрите есть такие штуки пацаны габриэль браверс по-английски сейчас отказал то есть фамилия у них вроде бы как габриэль реально то есть такая редкая фамилия это два брата вот один толстый другой худой и вот они снимают тоже всякие обзоры там у одного своя машина у одного другая совместные видео да они делают и ну бывает тоже посмотрю так чисто расслабиться то есть там какая-то информация там бывает даже полезная да то что я не знаю хотя я собственно говоря по автомобилям не очень люблю слушать информацию такую когда мозги на эти когда что-то забиты а так вот в принципе нормальные ребята добрые ну как мне показалось хотя комментарии облетел ты один ответил там нет молодец ну ладно то есть габриэль браверс ну как его назвали я думаю что вот сейчас я дала произнес габриэль браверс никто в поиске не сможет найти даже этого назовите себя или по имени именами или вот реально два брата как-то другого ну канал переименуйте серьезно это просто такой вот совет а так снимайте принципе нормально вот есть такой же канал простое мнение тоже два два мужика проще некуда где-то живут где-то тоже там не гнину небольшие города какие-то видимо пыли поселки это снимает какие-то такие вещи там про газельку про приора там у него ремень что порвало на приори он купил там для проекта и и но такие моменты как бы тоже я не смотрю просто как-то раз посмотрел реально вроде да эти добрые мужики тоже как вы говорите без пафоса дмитрий афонин есть такой товарищ кстати реально хорошая картинка хорошая одежда он все выглядит на этом даже меня уже лучше меня даже выглядит и такой ходит такой весь подтянутый такой ходит отчет рассказы про автомобили и молодец еще но может быть тот ты он не знает первый раз когда увидит допустим да его лицо подумаю что он сейчас взорвет себя потому что вот у него такая здоровенная борода я думаю брить надо так дмитрий афонин это был то что тоже ссылка была будет внизу дальше у нас идет последний вариант это движнов тв тоже живет в москве молодой парень тоже рассказывает возможно не совсем такую интересную информацию то есть без обид то есть там поверхностно найти вот реально такой счастье что они готовятся опять же совет просто почитать реально какие-то может косяки для автомобиля внешность там фары там это все реально неинтересно каждого но лично мне как бы просто совет такой чтобы почитал получше потому что опять же у него есть возможность он живет в москве да что есть различные автомобили и так всякие дорогие и мощные все это есть но он не в полной мере пользуется этим по крайне я когда смотрю его обзоры я бы сказал совсем другую информацию нежели он понимаете то есть вот такая информация то есть ну движнов движнов кстати он там что-то матюгаться начинает как бы матюгаться разрешено только мне и жорику так вот на всякий случай то есть жорику потому что он с этого дела начинал в принципе говоря но я может сказать что же сразу с матом пошел но я начал с матом не то что повторять не так далее просто по-другому раньше разговаривать не мог у меня слово кончалось на на то есть там при закрой дверь на найти так вот или бля ну это вот раньше такие были времена счет хоргард говорит более-менее учился хотя полгопеду не ходил такие дела то есть если вы что-то рассказываете какие-то маты я запикивать их то есть это смотрится как глупо то есть если ты сказал что ты мужик что-то запикиваешь я так думаю а еще есть но это уже не по теме такой есть евгений кулешов просто такой кадр и но я с ним знакомы что только тогда когда канал под открыл я может конечно он одновременно канал открыл то есть он снимает там своем манере ну вроде последнее время более-менее начал снимать действительно шлак до этого толкал я даже никогда поссорился там были слышь товарищ но по-моему белоруссии живет тоже ссылка будет на его канал такой товарищ не скажем так со своими скажем так причудами так но прошло реально 50 минут нифига я снимать ну молодец я молодец слышали не хотелось конечно так затягивалось видео но пускай она будет час опять же был такой комментарий говорит мишаник делай видео такое чтобы ягоду взяла пиво и успел допить а не так что тебя снимаешь 20 минут я у меня бля только бутылка открыл вторую я сижу видео окончается мне другого может смотреть не интересно товарищ и пацаны все вот такие дела то есть это были ответы на вопросы следующий раз если будут делать такое видео то я уже буду ориентироваться не только вот под записью допустим вот здесь в контакте да но еще буду делать на ю тубе то есть комментарии на ю тубе тоже соответственно все прочитываю от них уже буду отталкиваться самый популярный будут зачитываться и будут разбираться на сегодня пока все больше не буду тягивать всем огромное спасибо за поддержку в любых направлениях и пока